Новая MMORPG с потрясающей графикой. Продолжение легендарной серии игр Лига Ангелов. Продуманный до мельчайших деталей сюжет. Огромный открытый мир с красочными локациями. Участвуй в самых легендарных битвах мира Элизиум. Улучшай сеты брони и разнообразных ездовых маунтов. Собирай ангелов и используй их способности. Время вступить в Лигу Ангелов. Ссылка в описании. Давно хотел вам полностью и поподробнее рассказать о малоизученной стороне истории Неголодайки. И хоть все, о чем я сегодня буду рассказывать, касается модификации, она все же официальная модификация от разработчиков. И в связи с этим, пожалуй, можно принять ее в счет, если рассказывать про лор Неголодайки. Тем более, меня тыкнули, так сказать, носом, мол, а че это я не рассказал про The Screecher, когда делал хронологию по Don't Starve. Исправляюсь и начинаю рассказ. Самое главное и важное, что нужно знать, так это то, что весь сюжет The Screecher происходит в реальном мире. Он подается в основном в письмах в игре, которых всего 12. Хотя важный момент, при запуске игры в рандомном порядке вам может попасться только 9 писем. Главные герои Билл Моран и Сара Бекон. Пара, прибывшая на вертолете в недельный поход в лесной лагерь Пиллет Крик 9 января 1986 года, вместе с другими участниками, о чем свидетельствует письмо Сары Бекон. Нас только что высадил вертолет. Это потрясающее место, и гид кажется действительно хорошим. На улице так мирно, вокруг никого за много миль. Однако вскоре в их группе пропадает некая бразильская парочка, а по ночам в их вещах иногда начинают рыться странные существа. Вчера вечером что-то обыскивало наш лагерь. Все становится очень странным. Я не видела бразильскую пару несколько дней. Так холодно. Билл пытается починить генератор. Билл отправляется в ночь на 14-е на поиски бразильцев, а Сара в панике оставляет Биллу записку и фонарик в лагере и направляется к вертолетной площадке. Билл пошел искать бразильскую пару, но до сих пор не вернулся. Мне очень страшно. В лесу что-то есть. Нам нужно убираться отсюда. Я должна найти проводник. Я не могу здесь больше ждать. Попробую вызвать вертолет. Я оставила тебе свой фонарик. До скорой встречи. Сара. Когда же Билл возвращается в лагерь, он замечает, что там больше никого нет. Услышав странный визг, он забрал фонарик и записку Сары и решил тоже бежать к вертолетной площадке. Тут и начинается сама игра. По пути он замечает множество других заброшенных лагерей и находит батарейки для своего фонарика. Карту пилит крик и несколько заметок. В том числе дневниковые записки, письма, клочки бумаги с жуткими предупреждениями и аварийная радиочастота пилит крик. Я что-то увидел. Она была высокая и волосатая. У него были большие круглые глаза. Он исчез через секунду. Он все еще там. Перед смертью Крис называл это совой. Но это явно что-то другое. Я в безопасности у костра. Здесь меня это не найдет. Мама, нас осталось так мало. Мы не смогли найти пропавших без вести детей, но я все еще слышу их там. Молись за нас. Я тебя люблю. Затем он находит женщину, съежившуюся на тропе. Когда он приближается к ней, она бежит в лес, опасаясь света. Позже в другом лагере Билл находит обеспокоенного мужчину в капюшоне, который хнычит в кресле-качалке, повернувшись спиной к Биллу. Когда он приближается, голова мужчины резко поворачивается и оказывается, что его лицо было оторвано. Не оставив ничего, кроме кровавой мышечной ткани. Незадолго до его смерти. В конце концов, в Билл приходит лагерь, в котором огромные пятна крови на земле. После нахождения записки, в которой написано кровью, он охотится за теми, кто смотрит на него. Также игра может выдать и другую записку. Не смотри на него. Костер погасает, как и фонарик, оставив главного героя в полной темноте. Когда он снова включает фонарик, он становится свидетелем того, как This Creature убивает женщину. Кровожадное чудовище с телом мужчины и головой совы. Сова смотрит на Билла секунду, а после открывает свой огромный рот и визжит. Затем исчезает, оставляя труп женщины позади. Ее лицо оторвано, так же, как и у мужчины, который был встречен ранее. Поскольку это существо наполовину сова, ему не нравится свет, а потому он начинает пытаться атаковать Билла. По мере продвижения Билл обнаруживает несколько окровавленных тел, в том числе принадлежавших его подруге Саре и бразильской парочке. Достигнув вертолетной площадки, Билл находит радио. После его активации он слышит голос. Мы думали, что ты мертв, Билл. Мы придем за тобой. Включи маяк с генератора. А уже после перезапуска генератора, он ждет на вертолетной площадке, надеясь, что его спасут. Внезапно гаснет весь свет, даже его фонарик. Неважно, сколько страниц было собрано, Билл все равно умрет. Если задаваться вопросом, как в реальный мир попало существо из Константы, то можно найти информацию из цитаты Вакстова. Когда он изучает номерной знак машины из DLC кораблекрушения, он говорит, «А я предполагаю, что это произошло из-за разлома». Да, и вы никогда не замечали, что голова совы из Искричер очень похожа на электрическую сову из Хамлета? Возможно, из-за этих самых разломов человек сова и попал в реальный мир. А возможно, превращение подобное существо может действовать как вирус, поскольку в одной из записок можно заметить, что некоторые люди были отмечены не как погибшие, а как монстр. Также в одной из заметок можно заметить, что в Пиллет Крик попадали дети. Однако в самой игре их нету. Скорее всего, в этой записке идет речь о не реализованных частях игры, поскольку в файлах игры были найдены текстуры скаутов. Судя по всему, их анимация и модель делалась на основе персонажей из классической версии Don't Starve. В файлах игры также можно найти кучу нереализованного контента. Таким образом, помимо скаутов в файлах игры можно найти еще видоизмененные кусты, деревья, болота, а также очень странные существа, которые так четко напоминают нам теней. Про The Screecher нам известно очень многое, когда это произошло, где это произошло и даже с кем. Но это еще больше пугает. Обладая такой информацией, мы ничем не можем помочь пострадавшим. А на этом я закончу свой рассказ. Надеюсь, он вам понравился. Во всей этой истории я должен огромнейшее сказать спасибо Мигелю Гутерресу. Именно благодаря ему и была собрана полностью вся эта информация. Конечно же, не без помощи Википедии. С вами был я, Жека Дрожа. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, до скорого и не отходите далеко от костра. Мало ли. Субтитры сделал DimaTorzok